Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если обожаешь мощные танки. Хе-хе-хей, привет всем, господа хорошие, с вами как всегда Энтоний Юрьевич, и сегодня у нас танковый бой напрямой. Да, ребята, всем привет. В общем-то, давненько мы не снимали лего танковые битвы, и тут решили сделать что-то типа дуэли. То есть у нас есть прямая улица среди города, где так на танк будут ехать и, собственно, без прицела стрелять друг в друга с целью уничтожить своего противника. Да, друзья, ну и главный танк сегодняшнего дня это у нас танк Дрель. Вы помните ее с прошлой серии, поэтому сегодня мы посмотрим, насколько она способна состязаться с огромными танками КВ-6, Раты и так далее. Да-да, только Рата, мне кажется, здесь не поместится, но тем не менее, давай попробуем. Вот так немножко приподнимусь, чтобы с горочки скатываться. Давай-давай. Так, ну все, я... Я уже начал ехать. Ого, ты где? Когда ты успел? Короче, ребятки, у меня такая проблема, что у меня он стреляет только вот так вот вниз, поэтому надо-надо немножко доехать до Юрича. Господи, а ты посмотри, какие это... Я типа себе занавесу сделал. Я тебя вообще не вижу, братан. Занавесу сделал. Братан, я тебя не вижу, братан. Господи, ты полетел, братан. Господи. Офигеть. Слушай, ну это прикольно было сейчас. А что он больше не стреляет? О-о-о-о-о-о-о-о. И ты умер, что ли? Нет. Охренеть. Вот это ты дал жара сейчас. Короче, я просто в тебя попал основным орудием, то есть из центральной башни. У меня же там 152-х миллиметровки типа стоят здоровые. А какого хрена ты вообще на месте стоял, слышишь? А я ехал. Я, короче, на горку больше не полезу, потому что он с горки этот медленно едет. Охереть надо. Я уже доехал до тебя, ты только начал на горку залазить. Короче, давай. Выстанавливается танк, я буду внизу. Потому что я тоже заметил, он не едет ни хера. Я еду, еду. Нет, ну ты видел, какая у меня дымовая занавеса была? Да, кстати, у меня фпс просела дико. Короче, 3-2 раз. Поехали. А по-другому никак, чтобы ты в меня не попадал бы. Подожди, я еще не еду, у меня почему-то он горит. Так, ну что, ты готов? Давай-давай-давай, я уже еду. Ох, нокаут, нокаут. Просто же, а ты едешь еще, что ли? Ну, я ехать-то я еду, но у меня это... Это ненадолго, брат, чем стрелять вообще. Не, ну понятно, потому что там башня, в принципе. Это ясное дело, что... Так башни высокие, да. То есть, надо, надо дать шансы дрели, чтобы, ну, поближе она подъехала. Ну, мы сейчас в любом случае посмотрим, сможет она его разломать или нет. Просто я в тебя не попал даже. Окей. Так, давай. Все, давай, я еду. Терран, поехал. Давай, я начну... Не, надо стрелять просто, когда я буду подъезжать уже. Я начну стрелять, когда ты будешь возле красного домика. Какого красного домика? Ну, вот, ну, оранжевого. Так, ты тоже едешь. Я еду. Я ползу. Ты едешь. Вот давай едешь. Просто я максимум стреляю метров пять, наверное, и падают снарядики. Вот это красный дом или какой? Да. Норм. Ну, ты меня сразу убил. Норм тебя расшатал, а? Ты сразу машиниста убил, потому что он спереди сидит в днище. Ну, да. Ну, я и весь танк тебе расхерачил. Ну, да, ну, да. Так что, короче, КВ-6 хорош тем, что он не подпускает к себе, в принципе, противника. Да. Ну, опять же, это если на прямой. А если мы будем в городе, вот это уже будет... Ну, это нереально на КВ-6, потому что мы уже делали танковую битву, он неповоротливый, он медленный, и там вообще без шанса. Дрель-то, она, позори, она очень маневренная. Да. Короче, ну, в этом раунде все понятно, ребят, пишите в комментариях, что думаете, а мы меняем танки. А что ж, ребята, у нас получаются бои прям каких-то танков Второй мировой войны и вот таких вот нереальных футуристичных танчиков. Ты посмотри на мою машину. Это, кстати, разновидность дрели, которая у тебя была, но это уже в действительности крупный танк. Ты меня, кстати, сразу убил? Да. Потому что этот... Да, ты смотри. Просто здравствуйте, рады выехал. Саламэцэдэ. Эй. Ты ничего не попутал, слышишь? Ты какого хера мне пушки сломал? Да, пушки сломал. Норм. Охренеть. А он едет, ты пофиг ему, да? Ну да. Вот это он застрял в здании. Блин, ну я стреляю, короче, уже в круговую. Давай вот так сделаем. Охренеть. Тактика сработала. Не, ну слушай, блин, ура, ты хорошо, пушка стоит, он прям выносит сразу мне мехвода. Да, да, да. Прям вообще без шанса. Причем я даже ее не поднимаю. Так, ты давай, короче, это, ты давай начинай ехать. Так, ну давай, надо на ближнюю дистанцию выходить, потому что сдалека. Блин, почему у меня танки не едут после первого боя? Че за фигня? Наверное, мехвод просто там слился с сидушкой. Так, Юрич, ну давай, газуй уже, газуй, ну. А подожди, я жопу стою. Я тут коварный план хотел разработать. Э, а ты че стрелять-то начал, алло? Давай, давай, газуй. Ну, кстати, очень медленно почему-то у меня. А я че, тебе пушки сломал? Нет. Я даже не вижу, кого стреляю, господи. Ну я не знаю, ты вообще в зад стреляешь. Так, ну минус пушки вроде. А че ты стоял опять на месте? Да он едет 10 километров в час, че я сделаю? Капец. Что это у тебя за танк? У меня рат и быстрее ездит. Ну я тебя тоже. Так, ты, я тебя че, уничтожил что ли? У меня здание убило не тут. Я че-то нихера не понял. Че-то здание на меня упало, здание. Так, давай улетим в аэропорт лучше. Там прямая хотя бы у нас. Кстати, да, в аэропорту прямая лучше. Давай. Давай еще один заезд на этих таках. А то я че-то не понял. Реально не едет нихера. Он очень медленный. Давай, поехали. Господи, господи. Да что ты, блядь, успокойся. Успокойся, крик. Ты успокойся, Славик. Ты че, больной? А че он стреляет? Ну, короче, стреляет и назад уезжает, смотри. Давай, ты успокоим этот танк. Господи. Господи, куда ты исчез вообще? Так, ну я вроде стою. Готов? Так, ну давай, давай, начинаем ехать. Так, я сразу на ручной коробке передач. И на четвертой передаче просто 20 км в час. Давай, давай. Я до середины доезжаю и начинаю стрелять. Ты думаешь, я вижу твою середину? Ну вот, где дорога пересекается. Так, ну давай. Ты там три-два раз скажи, чтобы... Ну, начали... Три-два раз, поехали. ПАМ! ПАМ! Я не вижу, куда у меня снаряды летят вообще. А не вверху на тут тебя, братан, летят? А у меня тоже, кстати, танк не стреляет ни херами. Че за херня? Ну ты меня тупо давишь массой своей. Да-да. Ну не, смотри, в принципе, пушки-то я тебя выбиваю на изи. Ну пушки, да. Ну потому что они у Раты говняные пушки идут. А вот основной танк, который идет, тебя со скоростью, блин, километров 100, а ты еле-еле тащишься нереально. Да. Раты, короче, как всегда берет массой своей. Не, ну он тебя вышибает сразу, когда попадает. Ну если попадает, да, в мехвода. Так попасть-то легко, если раньше стрелять просто. Ну да. А так ты начинаешь своим автоматическим режимом стрелять, и у него просто пушки отлетают. Ну-ка, стой, ну-ка встань опять-таки в длину. Я хочу посмотреть, прицел вообще, насколько далеко бьет у нее. У кого? У пушки. Не, я метод туда, вначале. А, ну давай. То есть, видишь, тебе везет то, что у тебя, получается, высота танка уже как бы автоматически дает тебе преимущество, что снаряд летит куда надо. А у этого танчика она немножко прямо смотрит, что ли. Давай. Господи, ни хера себе отдача. Охерить, у тебя далеко летят. Господи, я вообще не понимаю. Такое ощущение, как будто ты пьяный, хочешь в туалет сходить по-маленькому. Нет, ты попадаешь по мне. Ты назад почему-то едешь. Да, он когда стреляет, он едет назад. Это что-то дичь какая-то. Но он сигнал у меня написал. А, у него еще оказывается два этих. Два сплэша, один выше, другой ниже. Господи, это вообще бред какой-то. Да, жестко слушай. А пульки да улетают прям до конца карты, прикинь. Просто улетают. Не, ну, блин. Но все равно у тебя тоже прикольный танчик. Давай хоть мы его на него посмотрим. Вот такой танчик, ребят. Ахерить. И назад поехал. Я не знаю, это, наверное, у него фишка такая. Ну, слушай, он у тебя ненормальный. Кстати, смотри, он жопа едет намного быстрее, чем передом. Заметил? Ну, так он вообще летает у тебя задом. Господи, это вообще нормально? Я не знаю. Или это танк, который жопой вперед ездит, чтобы отбивать тех, кто его преследует? Ладно, пойдем к следующим танкам. Ну что, ребят, напоследок мы решили протестировать вот такие вот танчики Тринити В-2. То есть у нас один и тот же танк у двоих. И посмотрим, кому удача улыбнется, так скажем, первый. Да-да-да, но я уже двигаюсь. Так, давай. Ну, я думаю, стрелять можно, потому что пушка у него мощная. От винта! Господи, что происходит вообще, я не понимаю. Я вообще даже не вижу, куда я стреляю. Это вообще дымовая завеса просто. Я только твой ник вижу, и все, попал вроде. Да. Господи, а у тебя пушка стреляет до сих пор. Ты посмотри, просто черное поле, да? Это обманное движение. Блин, ну довольно-таки непосредственная пушка, то есть ей прям управлять надо слева-направо как-то. Ее носит прям, как не знаю что. Ну да-да, давай я восстанавливаюсь. Так, давай-давай, я еще на исходочку. Все, я встал, готов. Давай, поехали. Я начну стрелять, когда начнем стрелять три. Ты. Три? Три. Ты три. Ну я еду пока. Я вижу. Все равно он не достреливает до конца. Он вообще стреляет хорошо, ты зря так говоришь. В смысле, но он не стреляет далеко. Ну ты вверх-вниз им води, он стреляет вообще везде. В смысле вверх-вниз? У меня не ходит вверх-вниз. Странно. У меня не ходит вверх-вниз пушка. У него вот единственное, что он прямо стреляет и все. Ой. Блин. Чем ты будешь? Это татчик багуется. Ну вот, я стреляю, смотри. Видишь, по-разному пульте летят. Нет, так а ты как стреляешь вверх? Просто зажимаю стрелять и вожу мышкой. А, мышкой типа? Ну да. И он прям стреляет везде. Аль, жмешь при этом? Нет. Ну, как бы и стреляет, но он как-то бы непонятно стреляет. Ну, рандомно, рандомно. Поливает просто. Ну ладно, давай, третий раунд. Да, господи, почему он опять-то не едет у меня? Я не знаю. Значит, стой и стреляй. Я, короче, не знаю, что с ним происходит, но когда я его ставлю, он сразу стреляет начинает. Поэтому, да, я, короче, стреляю сразу. Я ничего сделать не могу. Это, короче, видимо, баг данной техники. Да едь ты вперед уже, алло. А у меня вообще патроны... Я вообще даже не вижу, куда снаряды летят. Ну, я вижу... Сбоком она стреляет, пушка почему-то. О, попал, вроде. Ну да, пушка, она, короче, знаешь, она неуправляемая. Короче, дичь, а не танк какой-то, ребятки. Никогда его не берите. И херота какая-то полнейшая, непонятно. А мне нравится. Мне нравится, как он поливает. Огонь на подавление. Но больше всего мне нравится это. Вообще непонятно, как стреляет пушка, куда она стреляет. Либо это из-за того, что я не хвост, либо что. У меня просто летят снаряды куда-то в бочину. Ну да, возможно. Мне больше всего нравится, что он, когда вперед не едешь, он едет назад от выстрела. Просто летит с бешеной скоростью быстрее, чем вперед. Да я вижу, что ты едешь куда-то, не в ту сторону вообще. А я ничего не нажимаю. Он просто стреляет и едет. Ха-ха-ха. Вообще, ребятки, вот такие танковые бои сегодня были. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Да, ребят, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok